Здравствуйте, дорогие друзья! У меня сегодня потрясающий гость на канале Зайцев Руслан Валерьевич. Это гениальнейший хирург у нас в России, так что кому нужно что отрезать, пришить, ушить, это вот, пожалуйста, обращайтесь, особенно спортсмены, наша боль, это наши колени, наши плечи. И, соответственно, человек профессионально, ежедневно, вдумайтесь в это, ежедневно занимается только этим. Соответственно, все регалии о враче, сайт, соответственно, я оставлю внизу в комментариях, обязательно посмотрите. Я думаю, что, да, можно подписаться на какие-то соцсети, какую-то информацию, получить полезные советы там в каких-нибудь клиниках, да, в основном тоже дублируют все эти вещи, снимают. А мы сегодня поговорим вот о чем. Скажите мне, пожалуйста, бинты. Вот бинты в пауэрлифтинге, мы их очень, и в бодибилдинге тоже, мы их очень туго затягиваем. Мы их, соответственно, в них вынуждены не только выступать и тренироваться. Ваши мысли по этому поводу, нужно это, не нужно, и так далее. Ну, доброе дня, во-первых. Я действительно с Георгией Олеговичем в гости заехал с большим удовольствием. Мы давно общаемся. Вот, и друг друга в этом плане в спортивных наших медицинских увлечениях уважаем. Вот, что касаемо бинтов или еще чего-то, что используется в процессе получения достижений, вот это и есть ключевой момент. Когда, как ни странно, спортивные ортопеды, на самом деле, почти против спорта. То есть, это вот эта грань между физкультурой и спортом. Потому что, как только мы хотим чего-то достигнуть, сверх чего-то достигнуть, мы действительно идем на нефизиологические, на рисковые, скажем так, мероприятия. Каждое из этих мероприятий содержит под собой риски. Это как поехать в тумане на машине. Это может и вполне неплохо закончиться. А может быть, именно из-за него ты, значит, где-то себя подведешь. Поэтому, что такое бинты для нас? Надо понимать, что вы по отношению к мышцам меняете свойства рычага, который в мышцах развивается. Значит, молекулы мышцы хотят сокращаться на определенном интервале. Вы этот интервал начинаете ограничивать. А сила будет передаваться иначе. Рычаг будет действительно усиливаться. Мышечное волокно готово это выдерживать ваше линию? Окей, оно готово это выдержать один-два раза. Сколько еще будет выдерживать эти мышечные волокна? Надо знать, ради интереса, знаете, ребята, что у нас количество мышечных волокон в мышцах является постоянным и ограниченным. Это генетика. И увеличение объема мускулатуры – это не нарастание новых мышц. Это увеличение самих, как мы говорим, миофибрил. Соответственно, если какое-то количество миофибрил погибло, оно никогда больше не сможет восстановиться, конечно. Ну и второе, и поэтому здесь создаются риски хронической травмы, которая потом, знаете, как это в народе говорят, последняя капля. Надорвалось, надорвалось, надорвалось. Или, как мы это самое говорим, есть такой закон о переходе количества в качество. Верно? Одна-два миофибрил – это, конечно, еще ерунда. У нас колоссальный защитный ресурс есть в теле человека. Но когда их становится все больше и больше, то потом возникает уже и фиброз мышцы, и укорочение мышцы. И она уже теперь на такую длину не дает сделать амплитуду и так далее. Поэтому это однозначные риски. Ну а второй момент. Вы должны понимать, что вы меняете свой стереотип какое-то движение за счет этих, значит, дополнительных перетяжек. И как вы будете дальше потом в повседневной жизни, когда, ну и в каких-то других мероприятиях. Мы говорим, что у человека таким образом формируется паттерн движения, то есть такая привычка движения. А как вы будете в других обстоятельствах, значит, с норовом, или будет обязательно конфликт этих привычек. Поэтому это опять может приводить к, как приводить к хронической травматизации. Меняется нейромышечная моторика. Конечно. И посредством ежедневных мелких, но ежедневных микротрав, может быть, которые я там присел, там что-нибудь поднял, по крышам какую-нибудь создаю. Такой уточняющий еще один вопрос, вот скажите, пожалуйста, вот когда мы, да, вот у нас идет бинт по окружности, конечности. Когда мы создали же давление этим бинтом, есть какое-то влияние негативное, позитивное на сам сустав или на связки? Вот если все-таки вернуться больше в костной теме. Насколько значимо изменился рычаг? Только так можно на это вопрос ответить. Если рычаг менялся значимо, то, да, об этом может так сработать. Я думаю, что в большинстве случаев это будет незначимое изменение рычага. И в основном это будет проблема связана с мышечным волокномом, никак не со связкой, не с суставом. Пока такое ощущение. Но это все зависит от того, насколько в итоге поменялся рычаг. Изменение рычага, значит, на каких-то суставных поверхностях будет возникать другой тип давления друг на друга суставных поверхностей. Ведь главное, что суставы нам нужны, если так глобально подумать, для чего человеку суставы? Суставы нужны как раз для рычагов. Потому что в теории можно было бы жить и с прямыми ногами, и с прямыми руками. И дело не в комфорте. Природа вряд ли исходит только из этого термина, из этих задач. А для того, чтобы у нас переключались рычаги. Поэтому меняем рычаг, меняем нагрузку на суставные поверхности, меняем нагрузку на связки. Опять хроническая травматизация. Ну, мы можем воспринимать изменение этого термина рычага. Не только воспринимать, так скажем, берцовую кость и бедренную кость. А мы воспринимаем все рычаги, когда они говорим широко. Я имею в виду наклон спины. У лектеров просто очень часто нас учат приседать вертикально везде. Но когда приседают лектеры, идет очень сильный, особенно у девочек, очень сильный фактический кивок и завал корпуса вперед. Вперед, да. Да. То есть мы вот рассматриваем, чтобы зрителю было понятно. Конечно. Вот такие вещи. То есть когда люди жертвуют правильностью выполнения, правильностью, соответственно, всех выполнений. Тело меняется, все. Я вам ради интереса такую историю расскажу, что одна из первых попыток повлиять с помощью... Вот мы там сейчас говорим, там есть специальная ортопедическая обувь, стельки, работают они или не работают. Значит, одна из первых попыток исправления, искривления позвоночника, изменения осанки с помощью обуви была зарегистрирована в город Китай. Значит, ну, может, что-то еще и раньше происходило, я про такое не знаю, я вот про это точно слышал. Значит, там придумали, значит, чтобы они ходили по горам, ну, что у них под различные деформации спины или там изменения осанки, по-разному подпиливалась подошва обуви. И создавалась обувь настолько неудобной, что ходить можно было только прямо. И так вот подростки росли в этом монастыре несколько лет, и оттуда вынуждены были уходить уже только с прямой спиной. И вот у них эпизодически подпиливалась там в том или ином месте обувь. То есть я к чему, что даже изменения на подошве, там конфигурация подошвы, совершенно точно будет влиять на конфигурацию тела. Ну вот раз уж мы об этом заговорили, скажите, всегда ли полезен подъем? Опять же, мы используем штангетки в пауэвлитинге, всегда ли полезен увеличение каблука, подъема? Это же индивидуальный вопрос. Или можно вот закинул я себе каблук 5 сантиметров 10, хорошо, чем выше, тем лучше. Ты никогда не дашь нормального такого ответа на самом деле, потому что все микро-повреждения, они, во-первых, копятся. Потом давайте изучать, сколько человек пьет, не пьет, вода не вода, какой у него гормональный статус, какой у него заложен ресурс. На это все как бы так невозможно угадать. То есть это не штангетки, я в другом, то есть это не панацетка? То есть зарядить себе высокий каблук и сказать, я теперь буду в безопасности. О, это точно никогда не буду. И намотаю себе бинты. Конечно, ну хорошо, окей, ты изменил каблук, ты поменял себе бинты. Таз под каким наклоном стоит? Крестец под каким наклоном стоит? У бедер антерверсия, ретроверсия, нормаверсия и так далее. То есть мы огромный монетный столб, в котором все вот эти взаимоотношения возможно изучить. И да, действительно, какие-то там находки люди нашли для себя, то то сделали, то это. Но так нет полной предсказуемости. Поэтому люди потом и делятся. Те, у кого там же еще существует такой термин, как самоадаптация. У кого генетически она высокая, вот мы про них и знаем. Потом говорим, ну надо же, вот странно там врачи говорят. А я там знаю такого спортсмена, он до 50 лет там продолжает выступать. Генетика хорошая, самоадаптация высокая. А мы врачи все время работаем с теми, у которых самоадаптации личной нет. Дело не в том, что это невозможно. Это возможно у отдельных людей. Но генетика так дана. Кто-то хорошо поет, кто-то хорошо самоадаптируется. Мы работаем с теми, у кого это не сложилось. Супер. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо, соответственно, за то, что побыли в гостях на моем канале. Мы, как обычно, желаем вам здоровья. Здоровья, конечно. Но все эти достижения, они того зачастую не стоят. Поэтому берегите себя. Следите за собой. За водой следите. За всем остальным следите. И главное правильно подбирайте себе режим тренировок и правила выполнения каждого упражнения. Потому что человек, как правило, себя перегружает и повреждает себя от перегрузок. Не потому что разгружает вагоны. Или в вашем случае штанги таскает или еще что-то. А потому что он неправильно это делает. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте нам вопросы внизу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова